После почти двух десятков лет в политике, череды скандалов, уголовных дел, друг российского премьер-министра, его коллега из Италии, Сильвео Берлускони, наконец решил идти в отставку. Ну не прямо сейчас, а в течение пары лет. Пока Берлускони не говорит об этом публично, хотя вскоре может и рассказать о своих планах всей Италии. Что заставило его задуматься об уходе на почетную пенсию, знает Егор Низамов. Егор. Спасибо, коллеги. Добрый вечер. О своем решении, наконец, расстаться с властью, Сильвия Берлускони объявил во время вчерашней встречи со своими сторонниками. Об этом сообщила итальянская газета «Карьер Делосерра». Ее обозревателю удалось поговорить с теми, кто был на этой встрече, и вот что они рассказали. Сильвия Берлускони больше не уверен, что его имя поможет партии «Народ свободы» добиться успеха. Поэтому вскоре внутри этого движения начнется борьба с культом личности, что называется деберлусканизация. Другими словами, «Народ свободы» обретет нового лидера, и его молодая команда постарается нигде не упоминать имя Берлускони, но сохранить при этом наследие отца-основателя. Итальянский премьер, видимо, понимает, что его репутация сейчас не та, что была, скажем, 10 лет назад, когда он во второй раз встал во главе итальянского правительства после долгого перерыва 90-х. Тогда его фамилия была настоящим брендом, она ассоциировалась с успехом в бизнесе, с успехом в политике. Напомню, что Берлускони побывал в креслах четырех министров. И поэтому многие итальянцы тогда шли голосовать не за партию «Форца Италия», а за ее лидера. Сейчас все изменилось. Партия премьера теперь называется «Народ свободы», и фактически это союз с движением «Национальный альянс». Имя Берлускони связывают почти исключительно с уголовными делами. Его обвиняют в злоупотреблении с служебным полномочиям и в оплате сексуальных услуг несовершеннолетней проститутки. Из-за этого его призывали уйти в отставку и не раз, но недалеко две недели назад он сказал, что отказывается от своего поста из-за скандалов не хочет. Что интересно, итальянцы узнали об этом не от самого Берлускони, а от его преемника, человека по имени Анжелину Альфану. До этого лета Альфану был министром юстиции и на этой должности, как мог, защищал Берлускони от правосудия. Его именем даже назвали закон, наделявший высших лиц государства иммунитетом от преследования. Альфану всем обязан своему покровителю. Благодаря силе Берлускони он из обычного юриста и депутата в парламенте превратился во влиятельного политика. А летом он оставил свой пост министра, чтобы возглавить партию «Народ свободы». И он, вероятно, поведет ее к победе на парламентских выборах в 2013-м. Хотя ему и не хватает харизмы. Альфану именно тот молодой лидер, который должен сохранить наследие Берлускони после его ухода из власти. Другими словами, итальянский премьер может повторить успех Владимира Путина и осуществить свою операцию «Приемник». Но вряд ли он захочет после этого возвращаться во власть. Берлускони на прошлой неделе исполнилось 75. И в частных разговорах он признает, что политикой занимается вообще-то в свободное от отдыха время. И что обязанности премьера мешают ему устраивать вечеринки и наслаждаться жизнью. Передав власть в руки преемника, он, скорее всего, действительно предпочтет отправиться на пенсию. Пусть и не очень почетную, но долгожданную. По крайней мере, для многих итальянцев. Спасибо, Егор Егор Низамов, о том, как провожают в Берлускони.